Левчане, библиотеки не забывайте! Книги всегда и всюду читайте! Это, пожалуй, самый массовый и самый необычный митинг у городского совета депутатов. С него начались липецкие библиотечные чтения. Собравшиеся требовали, чтобы люди больше читали. Как сказал президент Путин, люди читают каждый день только 9 минут. Нужно увеличивать эти показатели. Чтобы увеличить показатели, привезли писатели. Главная звезда, лауреат множества премий Александр Кабаков, а еще Екатерина Вельмон, Галина Артемьева. Они больше интересны женщинам. И детская писательница Галина Крюкова. В зале, который по проекту первоначально был построен для библиотеки, обсуждали, нужно ли массовое чтение, полезна ли легкая литература. Легкое чтение может быть вполне доброкачественным. Не в этом дело. Ну, например, проект Акунин, это, на мой взгляд, доброкачественная литература. А проект Донцова, это чудовищно. Один из главных вопросов чтения, как привлечь лепчан к книге, приехавших писателей, интересовал мало. Александр Кабаков заявил, что пишет не для читателя, а потому, что хочется. Окружающая действительность всегда формирует не лучший вкус. Хороший вкус можно сформировать только в абсолютном противостоянии этой действительности. Автор женских романов Екатерины Вельмонт. Она входит в пятерку писателей с самым большим тиражом книг. Критику тех, кому не нравится ее произведение, считает неконструктивной. Но, как правило, эти письма столь безграмотные, что относиться к ним серьезно я не могу. Понимаете, вот их упреки, это упреки каких-то абсолютно безграмотных людей. Тем не менее, лепчан, желающих пообщаться с писателями, в библиотеках оказалось много. Когда дело дошло до автографов, писатели с удовольствием подписывали свои книги. По старинке бумажные, не электронные. Каждая встреча, которую здесь организовывают библиотеки, настолько благощает, настолько, вот просто, вы знаете, идешь и как бы удовлетворенно, духовно. Книги этих авторов в библиотеках это уже знают, теперь будут спрашивать еще несколько месяцев. Так и будут увеличивать время чтения, чтобы лепчане читали больше девяти минут в день, о которых говорил президент. Татьяна Ермишина, Олег Писарев, ТВК Новости.